Ну что ж, уважаемые слушатели и участники нашего вебинара. Для начала представлюсь. Я психолог, 18 лет работала в школе, в общем образовательном учреждении. Сейчас я работаю в дошкольном учреждении, но продолжаю заниматься детьми. Также я сертифицированный, аккредитованный психолог Московского гектарного института. Ну и уже более 10 лет веду проект «Семейное образование. Счастливая школа». О чем же мы сегодня с вами будем говорить? Звук плохой. Хорошо. Перегрузитесь, пожалуйста. Если вы не успели задать свой вопрос, вот перед вами мои контакты, или я не успела ответить, вы можете затем задать их. Наш сегодня план работы. Что такое СДВГ? Я думаю, что здесь нет случайных людей, и те, кто сегодня с нами вместе, что-то об этом слышали или встречались. Поэтому с вами поговорим о признаках, о причинах возникновения классификации по МКБ-10, а также типах семей и как нам с ними взаимодействовать. Поговорим о самих типах детей. Это только кажется, что дети одинаковые СДВГшники. Нет, они бывают разные, и к ним нужен разный подход. Поговорим о том, на какое лечение направлять семьи. Мы должны все-таки с вами быть как маячком, таким ведущим не только для детей, но и для семей, для родителей. И также обсудим некоторый алгоритм ведения для родителей и педагогов, ведения учебной деятельности для ребенка с такими особенностями. Итак, перед вами те, кто сейчас или вообще в течение жизни встречались, пожалуйста, поставьте плюсики. Кто имел в практике такой, не могу сказать, что счастливый, но все-таки встречу с таким ребенком, а пока перед вашим вниманием глазами родителей, что они. Вижу, что да, здесь нет случайных людей, всех даже несколько плюсиков встречаются. Ну и у родителей, это нам с вами очевидно, есть совсем такие диаметральные взгляды на своего ребенка. Одни обвиняют нас, вот перед вами первая выдержка, а другие говорят, что это просто надуманная проблема, а ребенок сам ничегошный. И даже называют мошенничеством такие диагнозы, или наши с вами какие-то комментарии по этому поводу. Что же это за ребенок? Вижу, вижу, да, что вы встречались с такими людьми, и сейчас таких детей все больше и больше, действительно. Все дети подвижные, но этот ребенок не может долго концентрироваться на одном занятии, хватает все, не может усидеть на месте, постоянно дергает соседей, у него внешний вид растрепанный, хотя мамочка его одевала красиво, не может слышать учителей, как будто допускает много мелких ошибок. Вы же говорите обычно, мы же знаем, что ты знаешь, почему ты ошибся такой глупой ошибкой. Если мы все-таки усаживаем его на стул, то он на нем, как на горячей сковородке. И ближе к вечеру, что важно, ухудшение, наблюдается ухудшение, заметно ухудшение состояния. А плохие оценки, наши с вами нагоняй, гневные окрики не приводят ситуацию к лучшему. Итак, вся эта группа таких симптомов на самом деле делится на три большие категории. Это расстройство первое должно быть больше шести месяцев. Мы не можем сказать с вами о том, что это СДВГ, если идет период адаптации. Репетитор адаптации длится в норме два месяца. Затем идет уже либо счастливая жизнь, либо дезадаптация. Симптомы сохраняются в разных учреждениях, в разных ситуациях. И дома, и в школе. Мы сейчас с вами поговорим, как это выявить. И в магазинах, и на дороге, и среди друзей. И в общественных местах. И ребенку, что очень важно, менее 12 лет. Конечно, родители тоже с ним намаялись. Но и мы с ними. О возрастных особенностях детей после 12 лет мы с вами поговорим далее. Все-таки мы хотим с вами какого-то контакта с родителями, чтобы вот перед вами... Такая гневная отповедь мамочки, такого ребенка. А они хотят от нас чего-то, активное действие, потому что они тоже устали. И резюме этой мамы, что она перекладывает ответственность с одного на другое, что мы как будто что-то не можем решить. Родители такого ребенка, активного ребенка, как сказала мне одна мамочка, так как я как психолог часто встречаюсь именно с родителями этих детей и с учителями, а как педагог, работающий в школе много лет, видела педагогов, которые не знают, куда деться от них. Наша с вами задача действительно сохранить себя с таким ребенком, потому что задача педагога научить какой-то деятельности. А у нас здесь явная трудность самого ребенка усидеть и услышать наши полезные навыки, которые мы можем прививать. Так вот, родители не со школы с этим встречаются. Жалобы у них и до школы были, и к врачам обращались, но, скорее всего, по другим причинам. Думали, перерастет. Это просто так. И все-таки синдром дефицита внимания – это диагноз, потому что у него есть очень конкретные признаки, которые легко выявляются, и этому присвоен код. Видите, шифр. Очень важно родителям эту мысль донести, потому что педагоги встречаются с тем, что я вдруг бессильна, я не могу научить. Что же мне делать? Я чувствую себя беспомощной. Мы как-то хотим приструнить ребенка, а он еще больше и больше уходит в такое асоциальное поведение. Авторы, которые посвящались в свое внимание, это проблемы. Они перед вами, как отечественные, так и зарубежные. Но в отечественной традиции много уделили внимания именно их коррекции и возвращению в общество и их учебную деятельность. Много трудов этому посвящено. Почему же это возникает? Нам, конечно, к педагогам очень интересно, почему это возникает. Нам хотелось бы сейчас сказать, как с этим бороться. Мы к этому вернемся. Но нужно для того, чтобы мы смогли с родителями обсудить эти вопросы. Перед вами одна из причин. Все-таки это донести мысль, что есть какие-то вещи, которые лежат внутри органики, внутри структуры работы мозга. Перед вами некоторый только алгоритм, как должен работать наш мозг, что есть информация об обмене дофамином, нейронных сетей. И тогда вот это префронтальные отделы головного мозга отвечают за подавление импульсивности, формирование самоконтроля и целеустремленности, что у этих детей не работает. Значит, это нарушение отделов головного мозга. Это очень важно. Другие причины. Мамочки обычно об этом упускают. Такие случились, которые в жизни ребенка в анамнезе. Но они перед вами. Скажу кратко, что, конечно, это и история начала жизни, беременности, и кесарева, и генетическая расположенность. Когда я говорю со своими клиентами, а как у вас по мужской линии, какие у ребенка есть родственники? И совсем из недавнего одна мамочка сказала, да что вы, я не хочу, чтобы он был такой же, как брат. Он до 40 лет такой же, неорганизованно, не может довести дело до конца. Вылечите ты моего ребенка, чтобы он стал нормальным. И все. Однако же генетическое направление очень имеет большое значение для формирования этого заболевания. Итак, категория симптомов. Само название синдрома дефицита внимания гиперактивности. Многие следователи выделяли и больше, но основных все-таки три. Импульсивность, выкрикивание, выбегание, не может даже за свои очи, детей расталкивает, хочет положить первым. То есть они не могут отложить получение удовольствия ни на минутку. Есть, кстати, очень интересный в середине прошлого столетия такой был проведен эксперимент, называется зефирный эксперимент. Посмотрите, если будет интересно. Маленькому ребенку вызывали комнату и говорят, что есть маленький зефирчик, как только взрослый уйдет, ты можешь сразу его съесть. Но если ты дождуешься, когда взрослый вернется в комнату, ты съешь два зефира. Представляете? И в процессе наблюдения, там длинное было, лонгитюдное исследование, дети, которые смогли выдержать и дождаться, когда придет взрослый, и съесть два зефира, затем показывали более высокие достижения в процессе жизни. То есть эта структура мозга очень важна для дальнейших достижений. Гиперактивности. Это категория симптомов, когда они именно гиперконез, подвижные, как будто все у них, как говорят, все части тела на шарнирах. Они стремятся сорваться, ходят по классу, залезают под стол. Они всегда в движении, как будто у них вот моторчик заведенный, и это само по себе как будто неконтролируемое и недеятельность. И невнимательность. Невнимательность, когда они вроде как знают это, но не могут написать правильно, сдать вовремя, не слышат инструкцию, делают ошибки, которые как будто уже, ну, такие глупые, очевидные, а также теряют свои вещи, не замечают, что вещь там не своя. Встречались ли у вас такие? Каких больше? Импульсивность, гиперактивность или невнимательность? Напишите. Вот как раз мы как раз поговорим, все ли это категории симптомов вместе бывают или чего-то больше. Мамочки, родители тоже, конечно, устали. Да, больше невнимательности. Если все три, они тоже устают, вещи в вечном хаосе, что-то забывают, вечно должны повторять, как будто трёхлетнему ребёнку, приносит двойки, а мы всё с ним дома выучили, и они плачут, и тоже сбиваются в такое депрессивное состояние. Для того, чтобы родители стимулировать всё-таки ребёнка лечить или обратить его внимание на то, что он требует специального, не просто воспитания, а специального реабилитации, лечения, мы сами должны их информировать, что будет с ними, если этим ребёнком не заниматься, только их там наказывать, воспитывать, как сказал один папочка. Я жил в Сибири, таких слов никто не говорил. Значит, этого СДВГ вашего нет, воспитывайте его, поэтому я для этого сюда вас и привёл. Вот вы учёные, вы и воспитываете. Мой ребёнок здоров. Конечно, никакой динамики положительной при таком не было в подходе родителей. Мы примерно говорим, что нервная система созревает к 5 годам и до 5 лет. Диагноз СДВГ не ставится, но всё-таки и в периоды новорождённости, и в 3 года, и в 5 лет были некоторые симптомы, как повышенная возбудимость, непослушная. Вот в чате пишут, что да, ребёнок у 2,5 года он очень импульсивный. Да, проявляется больше импульсивность. Они и в 3 года уже гиперактивные, но ожидается, что это, возможно, перерастётся. То есть структура мозга дозреет. Уже в 3,5 разворачивается более полная картина заболевания. Ребёнок может быть неуклюжим, минимальная такая, ну, минимальная мозговая, там такая, минимальная дисфункция, называется она моторная такая недостаточность, некординированность. Затем у нас блок начальной школы, 70 лет, вроде, мало жалуются, просто говорят, что это просто трудности обучения, а заболевания нет. А вот в 12-14 лет опять начинаются признаки. Часть компенсируется этого заболевания, снижается именно подвижность, гиперконез, а внимание, импульсивность, нарушение манипуляции сохраняются. С 15 лет уже точно исчезает гиперактивность, а симптомы СДВГ сглаживаются усилиями эмоционально-волевого, то есть они хотят быть хорошими. Но в некоторых случаях нарастает проблема поведения, правовые нарушения. И так, если грубо сказать общее, дошкольники, это просто неловкость, может быть, нарушение речи и подвижность. Младший школьный возраст всегда трудности обучения, не успевает, не понял, трудности поведения. Подростки — это незрелое, безрассудное, экстремальное поведение. Помните, все ходили по крышам, съемки, селфи опасные. А взрослые уже — это неорганизованность, снижение, социальная дезадаптация. Вот мы сейчас это все обсуждаем для того, чтобы понять, как родителей привлечь на свою сторону. Если это заболевание, своими силами мы не сможем ребенку привести в норму, тем самым облегчить себе жизнь. Итак, родители. Достался вам такой ребенок? Я видела две стратегии, как поступают педагоги. Первое. Заваливают ребенка двойками, вызывают родителей и пытаются перевести его из массового режима посещения учебного заведения куда-то в другое место. Есть родители, которые готовы водить один, два, три урока и сразу потребность забирать. Есть родители, которые говорят, да, мы будем отдыхать какой-то день, недели один. А есть родители, которые говорят, мы ничего не знаем, учите сами. И для того, чтобы построить диалог с таким родителем, чтобы они охотно пошли на контакт, вот в чате пишут, что родители неохотно идут на контакт, мы с вами должны понять, к какому типу семьи относятся данные, родители данного ребенка. Первый тип, семьи изучающие проблему, они поняли счет детского сада, они читают, принимают ребенка. Да, это болезнь, надо настроиться. Такие мамочки, они обычно воодушевленные, говорят мне, я все знаю, это все лечится, я сейчас настроена, мы поборемся. Очень хорошо. Мы тогда только с ними обсуждаем режим, чтобы и другим детям тоже возможно было учиться рядом с ним. Они как раз наиболее благоприятны в отношении прогнозов и излечения. Вторые семьи понимают, что да, ребенок сложный, что с ним что-то не то, но ответственные за воспитание хотят сбросить на других. То есть я дома этим не занимаюсь, вот пусть школа, сад и вообще все остальные этим вы ученые, вы и занимаетесь. Здесь цель нашей с вами беседы будет с этой семьей сказать, что если это заболевание, то нельзя его полдня лечить, а полдня не лечить. То есть мы должны для каждой семьи ставить реальную цель беседы, реальную цель беседы, чтобы вы смогли убить хотя бы какой-то уровень, поднять эту семью в приближении к тому, чтобы начать ребенком заниматься. И третий тип семьи вообще ничего не знают и слушать не хотят, и не слышали никогда, и просто он такой, как они говорят, он такой. чтобы эти прислушались, обычно учителя мордуют двойками, чтобы они хоть начали понимать, что что-то идет не так. По статистике у мальчиков созревание мозга с такой особенностью происходит в 9 раз чаще, чем у девочек. и в зарубежных сайтах видно, что так как там больше ставится, диагностируется, то и есть статистика от 4 до 5 процентов. Много это или мало? Подумайте сами, если на 100 человек 9 СДВГшников. Но как работающий в школе человек, я знаю, что и одного ребенка на 30 будет достаточно, чтобы все, все, класс было всегда на взводе. И действительно в этом классе падает успеваемость у многих детей. Итак, как раз в чате вы писали о том, что у кого-то внимание, у кого-то больше импульсивности, а у кого-то то и другое. Вы совершенно правы. Так исследователи ставят, что есть три типа СДВГ. Комбинированные, когда и импульсивность, и гиперактивность, и невнимательность. То есть все три симптома присутствуют в поведении ребенка. С преобладанием нарушения внимания. Такой ребеночек тихий, сидит немножечко, никого не трогает, не шумит, но сдает пустую тетрадь. Или вдруг вообще не успел что-то написать. Или не заметил, что вообще весь класс что-то писал. здесь особенности внимания говорит о том, что у ребенка 10 минут или 7-10 минут внимание концентрируется, а затем 5-15 полностью выключается, как будто на пике внимания и спад. Пик и спад. с этими детьми, которые только наблюдаются нарушением внимания, конечно, в работе легче, но им самим нисколько не легче, они также требуют лечения. И с обладанием гиперактивности, импульсивности, но внимания не пострадало. Это такой ребенок, когда он может разговаривать с соседом по парте, тут же складывать какую-то поделку из бумаги, тут же рассказывать про какое-то вечное радио, про какие-то свои домашние дела, а между тем сам все успевает писать. Это больше проблема для окружающих, а у него и учеба хорошая, и все написано в тетради, и сам весь молодец. И когда это что-то говоришь, и двойку поставить не за что, все написано. Но конечно учителя от этого сильно устают, как и в принципе другие дети. Он-то написал, а другие не успели, заслушались, рот открыли о всех новостях, и все. Сейчас я вам представляю большой обзор методик для специалистов. Ага. Перед методиками давайте-ка ответим на вопросы. Первый вопрос, перед тем, как мы с вами познакомимся, перейдем к диагностикам. Родители не хотят воспринимать информацию не очень приятную для них по поводу их ребенка. При этом считают, что их ребенок самый умный. Что делать? Действительно, дети, СДВГшники обладают нормой интеллекта, а да, иногда превышающей норму. И ребенок прав. Ну, родители правы, что ребенок умный. Но это другого не отменяет. Мы говорим с вами не про интеллект, а про особенность нервной системы. Поэтому определите, в какой категории относятся родители и начните беседовать о том, что это действительно не про умный он или дурак, а про то, как ему с собой справляться в связи с тем, что у него есть заболевание. Да, в саду двойку не поставишь, но и в саду нет требований к действиям продуктивности, нет оценок. И эти дети просто неудобные, шумные. Мы будем говорить о каких-то алгоритмах, которые помогут освоить факты, ну, как бы управить ребенка таким диагнозом. Но дети приходят все из сады в школу, и там начинаются проблемы. Да, и там родители начинают задумываться. Еще один вопрос завершаю на этом. ребенок проживает в детском доме с ДВГ поставлен. Вмечается неуклюжесть, проблема с речью. Ребенок в 7 лет отдать ребенку в школу или подождать. если к 7 годам аус не созрел, то нужно начинать лечение. Если есть возможность подождать, можно подождать. Описывается вопрос проблемы медицинского обследования, так как органическое нарушение выявить очень сложно. Соответственно, лечение ограничивается легкими донкализаторами и витаминами. К лечению мы с вами вернемся, мы еще до него не дошли, и это очень важная тема, что выявить только у специалиста невролога, затруднительно. Итак, обзор методик диагностика. Так как у нас явно три пункта симптомов, импульсивность, невнимательность и гиперактивность, и все методики будут направлены на это. Здесь на внимание представлены рисуночные тесты, эмоциональное состояние, самооценка, затем как раз неуклюжесть, проба на координацию движения, также она есть, очень много сделала Саводенко для этого исследования, и затем есть опросники для педагогов и родителей, непосредственно уже по наблюдениям, которые систематизируют наблюдения. мы переходим к практической части. Если есть три направления симптомов, значит, есть три направления диагностики, они вполне конкретные. В своей практике в течение часа точно можно это выявить. Направление диагностики такое же, внимание, импульсивность и гиперактивность. Если внимание есть конкретные пробы, вполне по времени и по возрасту адаптированная, импульсивность проявляется через наблюдение, гиперактивность опросники для родителей. Итак, начинаем с внимания. Внимание это точно избирательность, восприятие, она идет на стыке личности и физиологии, то есть волевых процессов и возможности органики. И есть три категории концентрация, объем распределения. На каждый из этих аспектов внимания есть конкретные методики, пробы. У них есть цифры, время, и вы можете этим апеллировать к родителям. Мы для этого говорим. Знакомимся с ними. Итак, для детей до 6 лет одна методика изучения концентрации в стоимости внимания. Тестус приурона для тех старших 6 лет и школьников младшей школы. Мне он очень нравится. Опросник для родителей и опросник для учителей. Итак, для детей только вот сегодня, вчера этим пользовалась. Надо, мы играем, так я говорю, что мы играем в разведчиков. Вы можете это сделать для всех группы, а проверить только нужного ребенка, чтобы не тратить вам время, чтобы сразу выявить. Итак, рассматриваем фигурки, в них палочки. Пять первых мы пробуем, правильно ли ребенок понял инструкцию. Кружочек нужно поставить такую палочку, звездочку, такую палочку, все, попробовали. Дальше мы засекаем время и на две минуты делается тест. Время говорю стоп, ставим палочку, ограничиваем сколько он успел просмотреть знаков и затем исследуем продукт. Фиксируем время, я обычно так и групповой вариант делаю, всегда все две минуты делают пятилетки, шестилетки. посчитаем ошибок, ошибки, количество ошибок и по времени уже видно, какой уровень концентрации. Низкий уровень, высокий, это некоторое основание для диалога с родителями. Затем, если ребенку старше, то луспьерон, это первый класс, первый-четвертый класс, вот этот образец, где два есть квадратик, для первого-второго класса, есть такая же форма, есть три образца для третьего-четвертого класса. По инструкции мы должны выделять нужные, обрабатывать по инструкции, просматривать каждый значок, сравнивать с образцом, вычеркивать или зачеркивать. После этого считаю просмотренные квадратики, так мы также ставим черточку, когда он успел каждую строку мы просматриваем одну минуту, то есть весь этот тест занимает 10 минут, его лучше делать в групповом формате, так как это приближено примерно к условиям обучения, то есть каждая строка делается одну минуту, говорю стоп, поставили сигнал. Потом также считаем просмотренные знаки, количество ошибок, и есть приятный бонус, табличка в Excel, забиваются эти данные и уже все высвечивается, показатели высвечиваются. После блока диагностики я опять отвечу на вопросы. Ну, как мы говорили, что нельзя педагогу одному справиться с этим диагнозом, мы должны привлечь родителей. И для этого мы просим ответить на вопросы, как себя ребенок ведет дома. Вопросов немного, вот они перед вами. И потом подсчитываем, каждый вопрос отвечает, иногда один балл, или часто, или три балла. Суммируем общий балл, и вот уже видно, нет диагноза, это поведение связанное с какими-то психологическими причинами, или это субпорог, то есть начинается, немножко ребенок в здравствующую норму не вкладывается, или это ярко выраженный синдром диагностики внимания. Мы понимаем, что жизнь ребенка не состоит не только из садика или школы, а еще и дома. Они идут только вместе, мы осматриваем всю жизнь ребенка целиком. Поэтому такой же опросник для учителей, и только мы вместе, также вопросов немного, также подсчитываются баллы, немножко они другой направленности. Видно, совпадают ли баллы у одного ребенка, поведение его в школе и дома, или в саду и дома. диагноз поставлен, все точно. И родители увидели, что есть синдром диагностики внимания, и мы тоже знаем из наблюдения. Казалось бы, вот оно, счастье, начинаем отправить его к неврологу, и все будет хорошо. Как здесь правильно заметили в чате, невролог сходу, где ребенок с ним находится один на один, затрудняется выявить сразу диагноз, затрудняется. И специалистов, которые готовы лечить ребенка, крайне мало. Поэтому первое, что нужно найти, специалисты, которые готовы прислушиваться к вашей тонкой системе настройки, тонкой, не то, что он не ходит, или у него тики, неврологи, да, понятно, что лечить, вот он, явный симптом, идем лечиться. А здесь более тонкие настройки, тем более, что они один на один корректны, они разговаривают, они начитаны, они ведут такую интеллектуальную беседу, и врач говорит, что вы подираетесь, все, у вас ребенок нормальный, идите с Богом. И родители приходят в школу, это справка, размахивают настойчиво, что у меня-то нормальный ребенок, а это вы учить не умеете. Поэтому это все мы с вами обсуждаем для того, чтобы набраться оснований для более предметного разговора с родителями и помочь им лечить, а вам жить с этим ребенком. В чем же заключается лечение? Первое, БОС-терапия, аппаратные методы, которые могут непосредственно воздействовать на мозг, способствуют его созреванию, нейробиологическая обратная связь. есть аппараты, которые способствуют этому, это микрополяризация, БОС и биокусическая коррекция. Если они в городе есть, надо это направить. Медикаментоз для лечения, здесь тоже не все гладко, не все выписывают, но все специалисты отмечают, что ребенок нуждается в медикаментозном сопровождении, и это не витамины просто. Физическая активность, есть обязателен спорт, нейробиологическая методика, мы ее обсудим, в чем она заключается, и, собственно, психологическая коррекция, которая помогает родителям дома устроить режим и вам тоже сопровождать, поддерживать эту систему. Итак, вот посттерапия перед вами, воздействие, в чем она заключается, что это разными способами воздействия на мозг. Да, ходить надо много сеансов, но все-таки успех, достаточно большой процент успеха. По моему опыту, сразу заметна, после первого курса заметна такая положительная динамика. Медикаментозное лечение. В разных странах к этому относятся по-разному. В нашей стране только один-два препарата, которые непосредственно назначены на СДВГ, такая прямо направленная лечение. А так в Западной Европе, в США антидепрессанты. Родители пишут в переводных форумах, что только, пожалуйста, не пейте антидепрессанты. У нас неврологи, так как это что-то связанное с работой мозга, назначают ноотропы, что тоже как-то попили, но лучше не стало. Поэтому методом пропо-ошибок читайте в форуме, родителей посылайте. специалист может подобрать. Я вижу, что точно лечение нужно, и оно оказывается сопровождение такое эффективное. Из нагрузки. Как писали в чате, спорт, спорт, спорт. Но родителям нужно помочь подобрать вид спорта свой. Кому-то футбол, кому-то йогу, кому-то что-то там карате. По опыту я вижу, что те, кто у меня есть опыт успешного лечения с ДВГ, третьим и четвертым классом мы уже почти пришли в норму, они занимались спортом серьезно. Скалолазание, координация или йога регулярно или плавание, неважно, постоянно и долго. И нейропсихологическая методика. Нейропсихологов сейчас можно найти. Можно. Но главное не попасть на шарлатана, первое. А второе и дома можно помочь родителям делать упражнения самостоятельно, просто вести это в практику. Режимный обязательный момент. Психологическая коррекция. Как вы видели из-за вставок родителей, выступления, так скажем, присутствующих родителей, родители тоже повреждены, они тоже являются жертвой этого диагноза. Поэтому для них разработаны специальные курсы поведенческой терапии, которые могут наладить жизнь семьи. А ребенку человекская коррекция снимает вторичные симптомы тревожность, развитие коммуникабельности и памяти внимания. Просто тренировка этих процессов. Важно донести родителям, что если это не трудности какой-то там отдельной учебной деятельности, а это заболевание, то лечение не может длиться только вот как ходить к логопеду. сходили 30 минут два раза в неделю и все, с назятки гладки. Мы что-то делаем, но что-то такое, что вот делали-делали и не получается. Специалисты пишут, что той же самой поведенческой терапией ЭБИА заниматься необходимо 40 часов в неделю. 40. То есть родители должны быть всегда включены в процесс координации его поведения, поведения ребенка. Поэтому связь с специалистом и поддержка этой такая должна быть постоянная. Теперь готово, перед тем, как мы поведем к алгоритму, что делать нам, педагогам, как нам выжить. Отвечу на вопросы. Так, первое, что ребенок 3 года, он не стоит на месте, и не участвует в занятиях, и бегает, не сгорит, мешает другим. Может ли воспитатель, когда у него в группе 20 человек еще помимо этого ребенка, ему помочь? Или в общей степени задача родителей? Воспитатель должен учить всех, охватывать всех. Этим детям нет возможности уделить специальное внимание. Когда я как психолог занималась, то методика работы с детьми с ДВГ предполагает индивидуальное занятие, потому что они должны индивидуально вырабатываться навыки внимания, концентрации и коммуникации, которые у других детей сформировались естественным образом, сами собой. Поэтому воспитатель не может ему специально уделять время, но он может не строго привлекать «А ну, давай, пойдем, ну что ж, ты опять?» А давать ему поручение «Сдвинь стульчики, разложи ложечки, сложи вот это там». И эти дети с удовольствием отвлекаются на очень короткую инструкцию. Мы к этому еще придем. Короткая инструкция, что-то, поручение. Больше ничего педагог, воспитатель в этом случае сделать не может. Но донести до родителей о сложностях – это задача воспитателя. И донести так, чтобы они заинтересовались вопросом, чтобы это не была проблема только воспитателя. Итак, дети до 6 лет в группах компенсирующей направленности с диагнозом, с накладкой диагнозов. Есть еще и с ДВГ. Есть ли диагностические методы работы с ними? Да, по диагностике мы сами как раз прошлись. И когда диагнозы друг на друга накладываются, важно вычленить, есть ли собственный дефицит внимания. Важно вычленить. Как раз обратитесь к тем диагнозам, который мы с вами обсудили уже. По личному опыту сделаю вывод, что перспективнее научить родителей и ребенка жить с вами ДВГ. И дать инструменты, техники очень помогают занятия спортом. Безусловно, мы сейчас все с вами говорим о том, как родителей мотивировать, как привлечь их к себе в сообщники, как сделать так, чтобы они заинтересовались, какие есть инструменты, куда их послать, чтобы они начали как-то корректно заниматься ребенком. А не просто выписывать витамин Р поругали на пароле или как одна у меня клиентка. А я послушала Лобковского. Он сказал, что мамочки должны всегда защищать своего ребенка. Поэтому, когда меня вызывают в школу, я всегда своего ребенка защищаю. Ну, помогло ребенку. Ребенок стал лучше? Ну, нет. Ну, а когда цель такая ваша? Ну, вот так сказал Лобковский. Поэтому вы абсолютно правы. Родители нужно привлечь к проблеме, научить их общаться с своим ребенком. Его надо лечить. И это не просто дал таблетку утром и жил спокойно. Это комплексная работа всей жизни. Как корректно принестилим, чтобы они провели ребенка на предположительный диагноз? Ребенок-дошкольник. Дать им опросник. Я думаю, что это первое, что вы можете сделать. Дать опросник. Давайте с вами сверим часы. Как у вас дома? Ответьте, как он себя ведет. И я отвечу здесь. И мы с вами примерно начнем координировать наши действия. Как правильно называется лечение? В презентации вы можете скачать, и все будет. скачать. Так. Родители знают, что ребенок ничего не интересует. Мне не интересно. Ребенок знает, что ребенок такой, а ребенку ничего не интересно. Не совсем поняла ваш вопрос. Пока мы движемся дальше. Итак, алгоритм наших действий педагогов. Первая задача освоить в школе программу или навыки действия. мы должны дать четкую структуру времени этому ребенку. План. У этого ребенка желательно иметь ему либо таймер, либо песочные часы, чтобы он понимал начало одного и другого. Этот ребенок не реагирует на наказание. Он реагирует только на поощрение. Следующее. Эти дети очень вас отвлекают, избивают вас с ног. Но все-таки если мы говорим о том, что кто из вас больше нуждается в внимании, то этого ребенка желательно на первую парту и всегда его приобнимать, помогать, переворачивать ему песочные часы, ставить таймер, то есть чтобы ребенок попал в ваше волевое поле, своего у него нет. То есть это ребенок с дефицитарными функциями, не может себя управить в какое-то внимание и пользуется вашим вниманием, только как будто несанкционированно хлебает ваши ресурсы. Тогда давайте это сделаем санкционированно, посадим его на первую парту и начнем ему уделять специально отдельное время, но не все, потому что другие дети тоже должны получить ваше внимание. Система поощрения отпускать на переменку как пространство придет в полный порядок. Весь класс должен участвовать в двигательных разминках в течение занятий. То есть если такой ребенок попался в ваш класс, и вы не можете как-то его минимизировать его присутствие в связи с родителями, да, или совсем уж его, так скажем, отправить на индивидуальное обучение, или приходить, чтобы он попозже приходил, или поменьше. То есть вы должны, вынуждены с ним взаимодействовать. Тогда весь ваш класс, вся ваша группа должна чаще получать двигательные небольшие разминки. И система выработки желательного поведения. Желательное поведение. Специальная книга, есть навыки ребенка, Фурмана. В этом случае вот этот один какой-то навык все привезли, приводим порядок в систему класса порядок на местах, или все игрушки убирают по местам. В этом навыке участвует весь класс. А вы хвалите весь класс, если все могли сделать шарик в специальную банку. То есть визуальная поддержка стимула. Ну что же, советы нам примерно понятны. Первое, себя беречь, привлечь родителей на свою сторону, родителей. Если есть возможность минимизировать его присутствие в классе, поговорить с родителями, о нечастном посещении, непостоянном посещении класса, через раз в неделю, например, в отсутствие восстановления, мы так называем, договорились о одном, не восстановлении ребенка. Второе, чтобы весь класс, если нет возможности с ним проститься, с этим ребенком, и он участвует в массовом обучении, весь класс включается в какие-то выработку навыков, порядка, дисциплины. по своему опыту скажу, что у меня есть положительный момент, когда класс уже дистанцировался, они не включались в это социальное поведение, говорили, да, а вот сейчас ты делаешь нехорошо, сейчас ты меня отвлекаешь, сейчас я тебя не буду слушать, да, но этот ребенок, конечно, сидел отдельно от других, сидел отдельно от всех рядов, он сидел перед глазами учителя и так далее. И третий такой большой блок родители, которого должны настроить, что это неминутная проблема. Знаете, у кого-то ребенок болеет чем-то видимым и ощутимым, да, аллергия, дерматиты, и родители всегда всю дорогу следят за питанием, и дома, и в школе, с собой дают таблетки. Здесь такая же история. То есть вся жизнь ребенка должна быть подчинена спорту, режим на моменту, таймер должен быть дома и так далее. А вы в классе только поддерживайте эту систему, которую вы вместе с родителями выработали. Родителям памятка, которую вы сможете распечатать или приложить, или их ознакомить. Режим не ругать, не ругать, всегда подхваливать, потому что только система поощрения для них работает. не посещать то, что ребенка взвинтит, неважно, скопление людей, рынки, мероприятия, громкие выступления, большие динозавры, например, выступки, перетомление, возбуждение. У детей, этих детей утомление выражается повышенной двигательной активностью. Они говорят, ой, он не устал, он еще вообще, он еще может. На самом деле это является признаком того, что ребенок переутомился. Вы должны про это говорить родителям, родители должны про это знать и следить за этим. И ребенка СДВК можно научить выполнять, можно какие-то вещи, не кричать на уроке, не выкрикивать, не вскакивать, но для этого должна быть система поощрений целиком в его жизни и дома, и тетрадочку можно завести. Много таких находок в форумах я встречала. заведите блокнотик, который пишет учительница только хорошее. Что сегодня было хорошее, пусть это будет полстрочки. Мама пишет то, что сегодня было хорошее. Они это обсуждают и так далее. И для меня очень было полезным общение на форумах ресурсы, которые перед вами. Мне как специалисту и как психолог, которые работают с такими детьми и родителями, очень помогли вот эти ссылки на форумы. Там они очень классифицированы и помогают найти единомышленников. А как у вас? А как у нас? А нам помогли вот эта находка. А мне помогло что-то другое. Затем ресурсы для педагогов это переводные. Вот видите, первые четыре буквы переводные. Переводной ресурс, он русскоязычный. Очень грамотная и классифицированная помощь при тех или иных случаях. Педагог может найти вкладку, в которой сейчас у него встретилась проблема с этим ребенком, и там сразу какая-то поддержка. Там же есть ссылки на лечение, там же ссылка на алгоритмы действий для всего класса, и там есть обмен коллегами. То есть вы не один один с этой проблемой. Есть такие люди, которые смогли это преодолеть и выжить. На этом я с вами прощаюсь. Ага. Хотела бы сейчас материал наш с вами закончен. Отвечу на ваши вопросы. Вот вижу вкладка. Угу. Так. Вернемся в вкладке. Угу. 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 Продолжение следует...